Астраханская Терская. Со стихийным рынком в этом районе общественники буквально воюют. Летом уличные торговцы наглеют. На прилавках ширпотреб. На лицах вороватые выражения, как только слышат вопрос о документах. А хозяина как зовут? Хозяина будет. Ну а где ваш хозяин? Прокат машинок рядом с кафе у Платана. Из той же категории. Хватаются за телефон, ждут хозяина. Вызываем полицию, чтобы взять документ у коммерсанта Карапетяна и составить очередной протокол. Изъять машинки – вот что действительно может обезоружить этих людей. Штрафов они не боятся. Но полиция ограничивается выяснением личности. Остальное, говорят, нас не касается. Вторая точка на театральной площади. Договор на руках – малая гарантия, что платят налоги. Но адрес – крепостная 87 у входа в санаторий «Мотылёк». Вот это санаторий «Мотылёк». И вот там у них вход. Они здесь. И вы должны стоять вон там. Но не здесь, на театральной площади. Ну, я вам говорю, объясняю, если вы по адресам не можете рассудить. Я вам объясняю. Вот в санаторий «Мотылёк». Вот там вот вы должны стоять. Но не здесь. Так что, пожалуйста, свои машинки переведите туда. И вот там стойте, а не здесь. Где вы под ноги с жителем всем ездите. Нет полиции и на цыган, которые вдруг облюбовали набережную. Неужели надо ждать заявлений от обворованных граждан, чтобы принять меры к этим любителям лёгких денег. А в этом павильоне у малой бухты с чебуреками и пивом на палящем солнце приторговывают палёный чачий. 90 рублей за 100 граммов – бойко отвечает нам эта миловидная девушка. Но завидев камеру, начинает стесняться. Видимо, зная, что директор по имени Армен нарушает закон. Мы обязательно передадим этот материал в полицию. Как торгуют алкоголем? Без лицензии, без ничего. Просто люди хотят пить чачу, нам отвечают. Люди хотят пить чачу, так что, надо залиться этой чачей? Ни документов, ничего. Выходит просто в трусах человек и говорит, да, я хозяин, я Армен. И он что, он хозяин жизни нашей? Помогайте нам, давайте будем работать вместе. Уже на обратном пути заходим на Астраханскую-Терскую. Тротуар освобождён, сотрудники полиции навели страх на местных торгашей. Вот так бы и с левым алкоголем и с незаконными услугами, которые в таком количестве и виде не нужны курортному городу.